Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Мастер Чу и я снова взял Хира за тирочка. Можете меня поздравить, но в этом видеоролике речь пойдет совершенно не о тире. Мы будем разговаривать с вами о другом классе, о мнении комьюнити насчет этого класса и покажу вам нюансы, как я его подбустил, как я его усилил и речь здесь пойдет о гноме спойлере. Я получил неизгладимое впечатление, но об этом чуть позже. На этой неделе, друзья, я не буду брать Хира за тира, я точно так же уступлю это заветное место какому-нибудь рандомному тиру. Все-таки я решил брать такой пример и раз в две недели уступать полностью Хира. Оно мне не дает каких-то значимых преимуществ, кроме того, что ура, Чу стал героем. Все бонусы от эффектов геройства для меня сейчас особо не имеют значения. Я хочу дать шанс ребяткам, которые либо не были никогда Хира, стать этими героями, либо им бонусы будут действительно важнее и полезнее совершенно, чем мне. Потому что, повторюсь, кроме свечения никаких бонусов я не получаю. Не забывайте подписаться на этот канал, поставить лайки, ну и, конечно же, посоветовать этот видеоролик своим друзьям. В этом видеоролике пойдет речь о гноме. И да, вы уже как-то, наиболее моя преданная аудитория, да, которая смотрит мои стримы, уже видели краем глаза, да, что я вторым гном приводил гнома к себе на спот. И у многих был вопрос, Чу, это что, купленный гном или что это вообще откуда? Нет, ребят, этого персонажа я прокачал за два дня. То есть, пока мы играли там первые два дня с релиза Diablo Immortal, у меня этот персонаж качался тихонечко. И за парочку дней он взял 78-й левел. Первое, что хотелось бы сказать, ребят, это охеренный класс. И он крайне недооценен. Люди думают, что это просто-напросто какая-то масс-агрилка, да, для тиров, для декашек, для еще различных классов, для дистров. Но он крайне самостоятелен, и мне он вкатил. Но об этом я поговорю во второй части этого видеоролика. Первое, все-таки, хотелось бы сказать о том, что я немного поразился о том, насколько сильно каждая последующая акция дает преимущество и дает дешевый буст относительно всех предыдущих. Объясню сейчас, что это значит. Сейчас вы на фоне видите заточку, да, по копенинг на этом гноме и вот это вот все. Если коротко, если коротко, можете, конечно, перемотать, посмотреть, какой буст там в итоге получился. Ну, если коротко, в этом персонаже 3000 рублей. И я был очень сильно поражен, что за 3000 рублей можно сделать настолько сильно играбельного персонажа. Он буквально может фармить. То есть вот эти вот ощущения, да, от того, что если ты на лоу-пусте, ты не можешь фармить, у меня крайне как-то сломались. Мое видение немного поменялось с направлением, что ты можешь фармить только в топ-бусте. И я понял, что фармить ты можешь всегда. Просто вопрос в том, какую ты себе задачу ставишь. Фармить самые топ-локи или просто в принципе фармить. То есть геймплей на это ты можешь продолжать играть и ты с кайфом играешь. То есть ты прям можешь что-то делать на этом персонаже. Мне гном очень сильно вкатил. Он сложен для понимания для многих игроков, хотя кажется, что кнопок не так уж и много, да. Но геймплей, ну он отыгрывается через хпшную банку. То есть там в итоге, как я понимаю, геймплей приведет к тому, что тебе нужно будет максить, максить, максить хп настолько сильно, насколько это возможно. Не стр, ничего, а именно вын. Потому что там многие способности будут давать бонусы именно от хпшки. И кроме того, что я поразился тем, насколько дешево я забустил этого персонажа, я начал получать удовольствие. Вы помните мой кайф от того, что я играл за Котовода, когда я его впервые пробовал, когда он был вообще не метой, да. И при этом он разрывал очень многих на серве. И примерно такое же впечатление. Я больше всего оказался расстроен именно тем, что первоначальное мнение и мнение комьюнити, большинство мнения, лидеров мнения, да, оно ломает очень многих. И может я в душе был бы гномом и играл бы с кайфом гномом. И классы по большому счету стоят непопулярны только из-за того, что люди просто не хотят играть, как считают большинство, за слабый класс. Но тут можно вставить, конечно, видеоролик о том, что нету топ-классов, есть руки, да, но это относится только к WoW, конечно же, к линейке оно в меньшей степени относится, но тем не менее. Распробуйте, ребят, я кайфанул от гнома прямо очень-очень сильно. И да, перед тем, как начать вторую часть этого видеоролика, я напоминаю, что в описании к данному видеоролику есть реферальная ссылка для того, чтобы начинать играть на официальных серверах. Ну, а в моем телеграм-канале, если вы вдруг планируете поиграть на том же серве, на котором и я, есть рефералка на серв, на котором играю я. В конечном итоге у гнома у меня получился вот такой вот буст. Я не скажу, что это плохо, это гораздо сильнее, чем я вообще рассчитывал, это 4 куклы, это Закен, это Орфен, Ака и Ядро. Это достаточно неплохой буст в виде НМ-тушки, это, соответственно, Венец Героя 4, 4 Блок Пояс, это 6 Плащ, это Ашная Пуха, плюс 5, кстати, 6 Кольца Серги, 3 Подвеска, 3 Камни, 4 Аден, 2 Ева, 4 Скорость и 6 и 5 Гатионы. И что я вам хочу сказать, друзья, я кроме того, что очень сильно удивился относительно того, что класс-то сам из себя очень-очень неплох, я очень многих аспектов о нем еще до сих пор не знаю, но, во-первых, этот буст вышел очень дешево, обошелся, это во-первых. Во-вторых, как оказалось, персонаж с этим бустом, гном, реально может гораздо больше, чем просто быть гребаным пулером. То есть, в очередной раз, да, вот эти вот мнения комьюнити о том или ином классе, да, что танки полное дно, к примеру, да, и могут только танчить босса и долго крабить. Гномы нужны только для запула вместе с варлортами и ничего при этом не могут фармить, что маги слишком слабые неметовые персонажи. Все это разбивается вообще в крах. То есть, чем больше я начинаю реально смотреть на какое-то общее мнение комьюнити, да, которое так или иначе когда-то было высказано каким-то лидером мнений, все больше этих нюансов просто разбивается в пух и прах. И все больше становятся смешны вот эти вот видеоролики полностью стримы, точнее, забущенных типов, которые сидят и на серьезных щах говорят, что существует в этой игре только один класс и все остальные дно. Как раз-таки вот из-за таких вот типов, да, мнения игроков, да, и игроки играют не за любимый класс. Гномы реально нормально фармят, гномы реально фармят. Я докачал этого персонажа до 76 уровня за полтора дня. Просто вдумайтесь, полтора гребаных дня. Вы мало каким классом вообще сможете в игре настолько быстро прокачаться до такого уровня. Я посмотрю, что будет дальше, я посмотрю, каким образом он будет там фармить на 80+, на 85+. Но из просто персонажа, которого я создавал для того, чтобы на нем что-то где-то может быть агрить для своего терочка, это в целом очень неплохая альтернатива, которую не стыдно посоветовать вообще игрокам ни в коей мере. То есть, я повторюсь, вот из-за того, что мнение комьюнити, да, зациклено, вот точечно зациклено только на метовости тех или иных персонажей, происходит такой нюанс, что, блин, ну, как так? Типа, можно играть только Тиром, Дестром, ДК. На более новых Хрониках там можно еще немножечко поиграть за Лука, но только если у вас будет трансформа. Да нет, блин, если вам нравится геймплей, можно за всех играть. И вот эти мнения, повторюсь, о том, что гном это только гребаный пуллер, о том, что там, я не знаю, сорки могут только фармить и в PvP ничего не дадут, ну, вы скажите, на нашем сервере это Ханами, который миллион дамага на Олимпе дает. Да, там десятый венец, вы скажете, да, там очень много буста, но как бы итог-то какой? Итог-то есть, как бы, да? То есть вы всегда нам рассказываете про пот, но забываете про итог сказать. Поэтому разрушать все вот эти вот предрассудки о том, что такой-то класс дно, мне становится все более и более интересно. Я уже реально близок к тому, что, а может мне танка какого-то третьим аккаунтом выкачать? Прикол просто посмотреть, рассказать вам, как играется. То есть за гнома я кайфанул, я встаю в локацию и мне вообще насрать. Он фармит и фармит и фармит и фармит и фармит, и фармит охеренно при этом. То есть вот этот аспект, да, что люди привыкли, что формилку окно можно сделать только там условного овераше, ешку, лучника или кмл-ку. Да ни хера, на гноме тоже замечательно фармить. Он фармит Адену, он фармит алкойны, он все фармит. Поэтому задумайтесь в очередной раз, когда вы пойдете на тот или иной сервер. Задумайтесь в очередной раз, когда вы пойдете в целом играть в линейку, будь то Офа, Фришка или еще что-то, о том, что вполне возможно, вполне возможно, ваш персонаж, которым вы всегда мечтали поиграть, и аспект того, что вы играете за персонажа, за которого вы хотите играть, все-таки перевесит все вот эти мнения комьюнити, что существует только 3, 4 или 5 классов, которые я вам в этом видеоролике перечислил. Поэтому задумайтесь, и моя вам в очередной раз рекомендация, ребята, играйте с кайфом. Я сделал себе гнома, и я прям, ну, он прям фармил, он прям старик может, старик реально может. Он еще новичок, он еще такой слабенький достаточно, но то, что я вижу, что он сейчас уже вытворяет, меня очень сильно поразило. Я решил поделиться с вами этими эмоциями, не более того. Все, с вами был я, Мастер Чу, всем до новых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok